В этом году, как уже отвечалось, пандемия внесла в свои коллективы, поэтому количество участников с заявлением организаторов в 5 раз меньше, чем обычно. Всего 25 команд приехало. Но так или иначе, Байкальская миля состоялась, что уже само по себе, наверное, является большим событием. Это Индиан ФТР. Ничего сверхъестественного здесь нету, кроме Тимберслейда и инженерной мысли нашего пилота Олега, который, в общем, придумывал, как это скрестить. Ничего подобного в мире никто еще не делал. Это вообще единственный проект. Я думаю, что 170-180 км в час мы покажем. И холодно вообще в таких костюмах? Конечно, летние костюмы перфорированные. Зимних костюмов никто еще не придумал. В этом году уникальных болидов и самодельных вездеходов было мало. Больше половины участников штатные автомобили на зимней резине. Одно из нововведений этого года. Участники едут из Москвы на своих автомобилях, своим ходом добираются до Максимихи и по дороге выполняют различные журналистские задания. Я правильно говорю, да? Вот какие задания вы выполняли? Были задания от географического общества, про Сарбатов, про такую народность. Были задания от эспертного полка. Это все снимать видеоблог, типа, да? Да, да. Ну, на самом деле, было снято гораздо больше материала. Я думаю, мы сделаем еще отдельные. Какие-то специальные наработки, доделки? Нет, ничего. Ничего, обычный гражданский автомобиль. Планируете, сколько можете разогнаться на нем? Ну, вот 190 была первая попытка, но хотелось бы 200. Ну, от штатного Lancer он отличается как раз на безопасности, спортивная подвеска, он на автомобиле установлено, различные блокировки, улучшенные двигатели, грубо говоря. Такая шиповная резина, она вообще продается в магазинах или езжа? Это заводской шип. Это с завода можно заказать. А, с завода только можно заказать. То есть в магазине? В магазине просто так его не встретят. Ага. И сколько такой комплект стоит? Ну, свежий комплект резины в пределах 100 тысяч рублей. Сколько планируете разогнаться? Чем больше, чем лучше, на пределах 200, надеюсь. Вашу собаку зовут Пайк, я правильно понимаю, да? Почему взяли его с собой? Это талисман или... В принципе, этот автомобиль уже почти два года его дом, поэтому это он нас взял с собой. Такой будет рекорд неважа, потому что таких автомобилей единицы. И, в принципе, конкурентов нет, поэтому рекорд все равно будет. Специально создали общественную команду, которая по итогам этого праздника проверит весь лед, все площадки, о том, чтобы все чисто, убрано и ничего не осталось. Все машины проходили строгий технический контроль, которые участвуют в заездах. Площадки заправок расположены в небе водоохранной зоны Байкала. Так что здесь не только праздник скорости, но и праздник экологии. Для того, чтобы к нам приезжали гости, люди должны знать, что такое Байкал, что их ждет, какие мероприятия. Ведь люди приезжают не только отдыхать, они приезжают за событийным туризмом. И такое количество больших мероприятий, в том числе, как в Байкальской миле, они как раз и призваны для того, чтобы люди с большим желанием приехали на зимний Байкал. Организаторы уже заявили, что фестиваль следует ждать и в следующем году. В 2022-м планируется пригласить 150 команд из 35 стран. Никита Корабенков, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус», Баргузинский район.